Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. С нами сегодня Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. Сегодня вопрос очень актуальный, в принципе, и для нас тоже. Это беременный, кормящий. Можно ли делать лазерное удаление беременным, кормящим? Чем это чревато? Как это проходит? Сразу скажу, что перманентный макияж беременным мы не делаем вообще совсем ни в одной нашей студии, это делать нельзя. Мы это не делаем, потому что это стресс, хоть и небольшой, минимальный, и все, что будет, какие-то последствия, свяжут с нами. Что по поводу удаления? Про лазерное удаление могу сказать примерно то же самое. То есть беременность и кормление грудью являются противопоказанием для проведения процедур удаления как перманентного макияжа, так и татуировок лазером. Почему? Во-первых, опять же тоже стрессовая ситуация, болевые ощущения могут вызвать абсолютно непредсказуемые реакции в организме при развитии ребенка, при кормлении грудью, нарушить лактацию и так далее. Но это полбеды. Второй вопрос, что в удаление пигмента из кожи вовлекается иммунная система, фагоциты, лимфатическая и кровеносная система. То есть пигмент тем или иным образом все равно попадает в общий кровоток вместе с клетками иммунной системой. И путешествие его по организму, и взаимодействие с плацентарным барьером тоже никто не изучал. Поэтому прогнозировать какие-то вероятностные неблагоприятные исходы при беременности никто этого не изучал. Поэтому ставить эксперименты над собой, над своим ребенком я никому не рекомендую. Обычно клиентки, пациентки относятся к этому адекватно, когда я им говорю, что вы расставьте приоритеты, вам что важнее, как бы безопасность, полная безопасность, уверенность в здоровье своего будущего ребенка, либо ваш татуаж, с которым вы как-то ходили. Ничего, время закончится, закончите кормить грудью и приходите. Также еще участвует, как так влияет на процесс лазерного удаления, я думаю, перманентного макияжа, еще гормональные перестройки в организме. Потому что прекращение кормления грудью это еще не, скажем так, не конец всех изменений в организме женщин, потому что еще до 6-12 месяцев продолжается дальнейшая гормональная перестройка и возможны различные изменения, скажем так, непредсказуемые исходы обычных воздействий. Кстати, если у вас есть перманентный макияж, то если вы забеременеете, его, скорее всего, не останется, потому что с такой скоростью уходит. Я по себе замечала, по подружкам замечала, поэтому лучше средства для удаления бровей забеременности. Более того, скажем, даже в принципе менструальный цикл влияет на перманентный печататель. Да, креветок нельзя есть даже за сутки до, пить нельзя, это мы все знаем. Просто, допустим, перманентный макияж кормящим мы делаем, у нас есть опыт, большой опыт, никаких нету. Нету такого, что он не лег или он повел себя как-то неправильно, непонятно. То есть, я думаю, гормональные изменения в той или иной форме есть у всех, особенно у всех тех, кто весит больше 70 килограмм. Уже они такие, что мама не горюю. Нет? Нет? Есть. Обязательно есть гормональные нарушения, конечно, присутствуют, и они продолжаются, и климактерический период, и другие, в общем-то, из ними тоже все накладывают. Да, то есть у нас нет стабильного, спокойного состояния организма, когда точно можно делать перманентный макияж. Это относительное противопоказание. По сути, да. Но стресса, все-таки удаление, это больно почти на всех зонах, так и больно. Перманентный макияж не так. кормящим? Кормящим, опять же, та же самая ситуация. Есть по 2-3 года кормят, и все эти все это время нельзя? Нет, я так скажу. Кормление грудью, оно, скажем так, актуально в первый год, то есть по нормам. Когда самая яркая первая часть? Да. То есть, когда это действительно является основным питанием для ребенка. После уже полгода 9 месяцев, в принципе, года прикорма, когда ребенок начинает питаться различными баночками едой, салатиками, уже какими-то приготовленной едой, грудное скормление является уже больше психологической зависимостью, психологической какой-то поддержкой, в общем-то. И там уже, скажем так, вероятность меньше. То есть ближе к году уже, как бы, в принципе, вероятность каких-то неблагоприятных последствий для ребенка. Но когда приходит женщина, допустим, родившая неделю назад и кормящая грудью, тогда ребенок ест по 10-12 раз, грубо говоря. Это очень нельзя. Нет, давай уточним, подожди, это мне тоже интересно, потому что что, пигменты, частицы пойдут в молоко, и он напоест и… Пал невероятным. Химический состав пигмента, опять же возвращаемся к этому, никто не изучал. В итоге, какие химические элементы образуются, химические соединения тоже, они все равно попадают в итоге в кровоток и тоже в итоге, ну, как бы, то есть тут вот до аллергических реакций и так далее. Сейчас дети развиваются, идут там аллергенные такие, все там астматики и тому подобное, в общем-то, да, и вредности вокруг много, а тут мы еще дополнительно будем, допустим, там, опять же, медицина – это вопрос вероятностей. То есть вот, как бы, риски существуют, если вдруг у пациентки, опять же, тут даже больше еще психологический такой момент, если у него, не дай бог, в голове свяжутся две, там… Молоко кончилось, виноваты лазерное удаление брейки. Да, у ребенок начал заболевать что-то еще и так далее, то доказать обратное, что в этом нет никакой вины, там, ни лазерное удаление, ни вас, как специалиста, да, практически нереально, как и доказать то, что это есть. Ну, как бы, почва для конфликта присутствует, и как бы это совершенно, ну, никому не нужно, я думаю. Вот такое мнение у Виталия. Если у вас есть вопросы, пишите их в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok